Доброе утро, дорогие друзья! 22 февраля, сегодня 2024 год. Я попробую вернуться в строй, стать тем, кем я был раньше. Немножко похудеть. 107 килограмм сегодня на весах. Тоже, в принципе, неплохо, потому что еще где-то месяц назад с небольшим было больше 111. И это меня очень печалило. Хочется набрать и форму хорошую, то есть к лету у нас близко, гулять много будем. Но для этого и здоровье надо улучшить. 37 годиков, рост 1,91. Будем худеть, мы будем спортивным бегом по морю. Я люблю делать 10 километров в спортзале. Это когда я высчитал, что самая лучшая дистанция, классное жиросжигание. Но хотя бы даже сегодня пятерочка будет меня уже радовать. По настроению посмотрим, может быть, сегодня занырну в море. Если в море, пойду возьму вас с собой. Пока же на часах 7.23. У нас возле дома было минус 1, здесь показывает 0. И я отправляюсь в путь. Я честно надеюсь на вашу мотивацию в комментариях. Ребят, поддержите, подмогите вот вашими словами. И я надеюсь, что все получится. От души всем спасибо большое. Следите за более подробной информацией в телеграм. Ну, а я попробую пробежаться. Так, друзья мои, температура воздуха поднялась. 4 градуса у нас сейчас показывает. Я сделал 10 километров. Подробнее чуть позже расскажу. Сейчас я в шортах, как вы видите. И буду пытаться искупаться в море. Надеюсь, что получится. Температура воздуха с минус 1 уже на 5 градусов до плюс 4 поднялась. Это хороший довольно-таки показатель. И заставляет радоваться, как говорится, жизни. Надеяться на то, что все дальше будет хорошо. Все, сейчас в море, пляж. К тому, что получилось, радуюсь, как ребенок. Потому что думал, что хотя бы пятерочку. До пятерки добежал. Уже был в джимоте. Ну, смотрите в телеграме. Там есть просто отчеты за 5 километров, за 3 километра. Это те моменты, когда я думал, что сдамся. Но когда 5 километров назад возвращаться, то сдаваться уже некуда. Анапа. Ван лав. Просто какова, красота. Какой рассвет сегодня был красивый. Об этом тоже смотрите в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него. Море у вас. Чуть позже вам расскажу, почему вообще начал бегать. У меня просто какой-то кризис, как это называется. Апатия, нихривание жить там и так далее и тому подобное. Я решил, что надо что-то менять. И что надо менять? А надо себя возвращать тем, кем я был раньше. Утреннее купание, настроение. Не знаю, конечно, как повлияет на мое здоровье. Потому что болела голова и горло. Пробежался, вроде бы лучше стало. Но зато какое оно. Наш любимое море. Температура морюшка 9,9 градусов. С утра это нормально. Оно в течение дня станет еще гуще. Как же ярко светит солнце. Ну что, рискнем. Хотя бы просто окунуться сегодня. Там не плавание, ничего. Но, как говорится, сделать начало этих действий. И заодно немножко в стрессе, в холоде разбить мышцы. Потому что, ну, они прям в кайфе сейчас находятся. После этой пробежечки. Представьте, вот отсюда. И вот туда зафиксы зафиксы. Гостевой проезд, ребят. То есть это... Ну, так довольно-таки интересно. Я обычно бегал в спортзале. То есть, в принципе, по берегу моря. Наверное, это второй раз. Я первый раз от речки Анапса забежал до Голубого Пуста. Вернулся обратно. Ну, возвращался пешком. А сейчас я туда обратно бегом. После 5 километров с небольшими передышками. Можно ли сказать, что достаточно критически толстый, что мне пора худеться? Об этом пишите вы в комментариях. Вам, как говорится, виднее. Но я это делаю, еще раз говорю, в большей степени. Именно для себя. Для того, чтобы вернуть свой организм на позитивное направление в жизни. Перестать как-то грустить, убиваться. Об этом говорю. То есть, подробнее все потом, чуть попозже расскажу. Сейчас чисто позитив. Итак, дорогие друзья. Приветствую вас из города-курорта Анапа. Меня зовут Юрий Озаровский. Вам всем привет, черноморский. На календаре у нас сегодня наступило то самое число. Да, какое там сегодня. 22 февраля. Мужики, с наступающим праздником. Наши защитники Отечества. Вы просто большие молодцы. Спасибо вам за такой подарок, как победа. И дай бог, чтобы была она качательная и беззаговорочная. Всех поздравляю с наступающим праздничком. И открываю, надеюсь, в этом году уже на постоянной основе сезон утренних купаний. Будем следить за морем. Море плюс 9,9. Температура его много медуз. У него тут разных что-то. Я устал уже идти. Надо куда-то в другие места ездить. Купаться. Вот мне нравилось купаться. На каменном берегу Анапа. Он зашел, прыг. И все, ты купаешься уже в море. Тут я шел, короче, по колено. Смотри, что происходит, ребята. Мы выходим из моря. Ух ты. Но именно из-за этого Анапские песчаные пляжи и славятся в принципе. Потому что здесь более безопасно купание для детей. Хотя я видел, что я на такой глубине. По дурости чуть ли не тонут мужчины. Поэтому всегда будьте бдительны и детей без присмотра не оставляйте. Ну, я надеюсь, что я замерну. Температура воздуха с утра была минус один, два измора. Сейчас уже плюс четыре градуса. Фух. У меня такой начался момент жизни. Я решил немножко похудеть. В общем, следите за этим. Мотивируйте, дезмотивируйте меня. Буду рад любой критике в комментариях. Надо умудриться сесть на правильное питание. Кстати, советуйте. Какое? Ну, что-то, по-моему, хватит разговаривать. Я уже окончательно замерз. Итак, всем привет. Еще раз. Черноборский. Что там в море? Друзья. Я это сделал. Как говорили, с головой не считается. Хорошего дня, великолепного настроения и позитивных эмоций. Как они вообще-то делают боржи. Купаются, говорят, вода теплая, классная, прекрасная. Я прям не могу. Я прям не могу. Там люди зашли, меня посмотрели, что я делаю. Они в шапках. Купаются. В общем, от души еще раз сердце наступает. Подписывайтесь, отправляйте друзьям знакомым, пускай тоже мотивируется. Хорошей им к лету, душой и телом. Промеду, кстати, не в ровно. Сейчас не дождь, не дождь, не пристяка. 9.40 уже я подхожу к садику. Сейчас мы идем к детям. Они хотят поздравить наших дорогих солдат и вообще всех мужчин с наступающим 23 февраля. Привели солдата. Сейчас здесь будет мероприятие, которое называется для пап. Детки будут со своими папами участвовать в конкурсе. Но мы благодарим детский садик Колобок за помощь, за рисунки. Ну, все, что сказал солдат, это от души очень важно и нужно на фронте. Ребят, большое всем спасибо вам, родителям. То, что помогаете, то, что поддерживаете нас. То, что собираете для нас гуманитарку. Даже мелочь. Зубная паста, зубная щетка. Это все очень здорово там помогает. По поводу детских рисунков. Почти как поездка домой. Все видит детские рисунки наших детей, детей-товарищей. Всем большое спасибо. Вот тоже дети лично для вас. С наступающим. Спасибо большое. Спасибо. Нашему солдату подарили такую рамочку. Очень красивую. Сказал, повесить у себя. Дети с родителями собрали гуманитарную помощь для наших дорогих солдат. Всем огромное спасибо. И всех еще раз с наступающим 23 февраля. Гуманитарку я, ребятки, привез на Красную площадь в Анапу. Кстати, тут скоро собираются в Троече, ведь Красная площадь стоит. В наш пункт приема гуманитарки. Время помогать людям. Приходите, поддерживайте наших солдат. С 10 до 6 вечера каждый день здесь находятся на пункте люди, которые готовы принять. Вот они все коробочки. Вам здравствуйте. И за вашу помощь тоже спасибо огромное от души. Кстати, смотрите, стиральные машинки. В прошлую поездку мы отвезли, по-моему, около 6 разных стиральных машинок. И вот те, кто передают их, вам большое спасибо, потому что солдаты их ценят. Вот еще, да, кстати, одна машинка стоит. Спасибо, ребят, кто приносит. С той стороны говорят, что наши солдаты там их домой к нам сюда возят. То есть у нас всего хватает, не переживайте там. С той стороны мы можем помогать нашим людям. И спасибо всем, кто это делает от души. Есть и сила за нами победа. Благодаря нашим воинам. Заехал в магазин, купил там себе продуктов чуть-чуть для ППшечки, чтобы поесть там кефирчик, творожок, яички. Дорогие собака, 144 рубля сейчас стоит. Ну, хоть чуть-чуть подешевели. Нет, не подешевели. Прям аж выдохнуть хочется от этого. А потом бежим снимать интервью. Так что мои слезы о моей депрессии услышите немножечко позже в нашем видеосюжете. Сейчас поедим и погнали. Расскажу вам сегодня о пенсионерке, которая задонатила, как вы думали, полмиллиона. Оказывается, она уже гораздо больше помогла нашим дорогим солдатам. И это прекрасно. И каждый день помогает. Если бы у нас все люди были такие, особенно не пенсионеры, а те, кто зарабатывает на нашей стране, на нашем государстве миллиарды. И хотя бы какую-то часть вкладывали в нашу армию, в помощь ей. Потому что это наша общая война. Потому что там наши друзья, товарищи находятся. И мы тогда уже давно всех победили. Сто процентов. Сегодня я приехал в Айсхатэм. Здесь происходит плетение сетей для помощи нашего фронта. И не только. И посмотрите, какое огромное количество людей помогают нашим дорогим солдатам. Сын наш приезжал в отпуск летом. Он под Донецком там где-то воюет. И он, когда я его спросила, как там. И он сказал, мама, понимаешь, есть два понятия. Есть понятие Родина, а есть Отечество. Два понятия, которые вроде бы они одинаковые. И в то же время Отечество это более обширное понятие. А Родина более мелкое. Родину часто ругают. Родина чем-то недовольна. Мы бываем. Но когда Отечество в опасности, то на защиту встает Родина. Потому что Родина это мы. Вот так сказал мой сын. Я поняла, что он уже не мальчик теперь оказывается. Я предлагаю все-таки поднять наши бокалы. За здоровье наших солдат. За здоровье наших сыновей. За здоровье наших друзей, которые там воюют. И у нас единственное пожелание, чтобы они вернулись живыми. С победой. Для этого мы и здесь находимся. Потому что у нас одинаковая позиция. Вот у нас у всех одинаковая позиция. Мы пришли тоже на защиту Родины. Вот давайте за это и выпьем. И за ваше здоровье, мужчины, тоже. С праздником. Всех в нашей защите. За победу. За нашу победу. Ура. 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 Я извиняюсь, что не покушал тортик, а не посидел с вами, мои дорогие. Какие вы прекрасные люди. Спасибо вам всем за помощь нашим дорогим солдатам. От души благодарю. Но мне передали вот такой вот подарочек. 23 февраля. Так, про свою апатию и все остальное я расскажу вам чуть попозже. Просто пока не успеваю. Мы едем в следующую точку сегодняшнюю. Меня пригласили в салон красоты. Ну, давайте вкратце расскажу, что там да как. Тем временем в Анапе плюс 11 только было. Уже плюс 10 показывает. И зашли тучки. Как хорошо мы с утра поймали солнышко. Это просто великолепно было. Место, куда мы приехали. Улица Владимирская, 144. Город-курорт Анапа. Режим работы с 9 до 21 и номер в соцсети покерка данных. Меня сегодня пригласили на клиентский день. Давайте вам расскажем про этот салон красоты. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я руководитель салона красоты преображения. Здесь у нас зона парикмахера. Здесь у нас делают красивые стрижки. Мужские, женские, детские. Окрашивания. Однотонные, сложные. Здесь у нас зона маникюра. Здесь делаем маникюр с покрытием и без покрытия. Это зона у нас педикюра. А точнее, это зона, где можно сделать комплекс услуг. Можно одновременно сэкономить время и сделать педикюр, маникюр и ресницы. Каждые две недели мы приглашаем к себе в гости специалистов разного направления. Сегодня в гостях у нас Кирилл. Он мастер массажа. Меня зовут Кирилл. Я мастер по массажу. Обучался в Тибете у тибетских монахов. Сегодня я приглашаю Юрия на диагностику. Проработали Юрию межфасциальную мышцу правой лопатки и расслабили седалищный нерв. Мои рекомендации – сходить на курс массажа. Помимо массажа Кирилл занимается также игрой на тибетской чаше. Чистит ауру. Послушайте, как он, наверное, красивый звук. Также в нашем салоне есть мастер депиляции. Ее зовут Оксана. Я в профессии больше 25 лет. Я владею техниками депиляции восковая, шугаринг и гелинг. Я также являюсь мастером, тренером, преподавателем по всем техникам депиляции. Будем рады вас видеть не только на депиляции, но и приходите к нам на обучение. Мы пригласили Юру к себе на процедуру маникюр. И он, уже побывав у нас, скажет свое мнение. Ну, какое может быть мнение, когда такая красавица делает невероятные вещи своими руками, приводит их в порядок, чтобы и на видео вы смотрели на них, и они вам тоже нравились. Это, на самом деле, очень приятно. Ощущения невероятные. Я впервые на такой процедуре. Мы сделали красивый маникюр. Девочек можно поблагодарить. И салон преображения ждет также вас в гости к себе. Здесь вы видите QR-коды с соцсетями, куда можете записаться и смотреть их варианты работ. Либо позвоните по номеру телефона. Получите дополнительную информацию. Ну, все. Можно теперь вам рассказать, почему Глузь Селенская напала и вообще, что со мной происходит. Приехал на улицу 40 лет победы, где Белокаменная набережная. Здесь припарковался. Сюда мой выбор, честно, сегодня пал. И за кофе лайк. Берем кофе. Пойдем поболтаем на море, посмотрим. Закат, походу, пролетает, что ли. Америкашка. Большой размерчик. И выходим на набережную. Можете посмотреть, сколько людей, друзья, привлечены с закатом, вечерним променадом. И идут гулять. Там играет, кстати, музычка. Смотрите, насколько востребовала на набережной. Люди сидят на лавочках, слушают артиста, который выступает. И сама атмосфера именно в месте выступления. Кто смотрел мой прошлый видео, сидит про набережную. Я как раз говорил, что люди собираются и слушают музыку на набережной. И вот, пожалуйста, вам то, что здесь происходит час до заката. И здесь пошла движуха по полной программе. Вчера еще здесь люди танцевали. Сегодня пока просто слушают выступления. Музыку смотрят. Смотрят на море и наслаждают атмосферой. Все-таки хотелось про свою вселенскую грусть рассказать. Вы посмотрите, как там красиво все происходит. Возможно, даже будет закат, но возможно, не будет. В любом случае, море, вечерние часы всегда просто прекрасно. Красота. Классическая музыка. Здесь шатер выставил столики для гостей в вечернее время. Ну и здравствуй, морюшко наше. Классное, прекрасное. С таким видом будет поинтереснее вам рассказывать о ситуации, которая происходит. В принципе, я думаю, вы все знаете, что вот прошел год. И те отношения, которых вы знаете, то есть закончились с Марией и закончились с Оксаной. Как бы то ни хотелось бы, ну, заканчиваются постоянно именно каким-то расставаниями. То есть Маша ушла. Она, кстати, говорила о том, что там какие-то качества мои не устраивают, что-то не подходит. Я прошу такое прощение. Если там вдруг где-то что-то там звучало в каких-то местах, как ей не нравится, там, в любом случае нас связывает ребенок. И дай бог, чтобы мы дальше жили в мире и спокойствии. По крайней мере, мне этого очень хочется. С Оксаной получилось вообще просто вроде как бы все хорошо. Ну, человек выбрал идти дальше. Там старый Сина для нее там или еще что-то. У каждого свои причины выбора. И то, закончив отношения в таком коротком формате подряд, начинаешь задумываться, блин, может вообще не создан для того, чтобы у тебя была полноценная классная семья. Может быть, еще чего-то не хватает. И приводит это тем мыслям, что ничего не хочется. Не хочется просыпаться с утра, не хочется вставать. Потому что, ну, нету цели куда двигаться. Допустим, когда Оксана была рядом, ты понимал, что ты там работаешь на будущее. Там движение идет у тебя вперед. Тут лежишь, там как бы у тебя все есть. Что тебе туда еще надо? Начинаешь как бы бояться пускать вообще себе в жизнь кого-то другого. Потому что думаешь, что произойдет все ровно так же, как это происходило до этого. Печально, грустно становится. И впадаешь постепенно в какую-то депрессию. Я понял, что я уже просыпаюсь и долго там могу полежать, там что-то почитать какие-то новости. Раньше у меня такого не было, потому что подрывался, сразу куда-то бежал, что-то делал. То есть, как вы помните, много лет подряд снимал для вас видеосюжеты про утреннее море, купание в море. Вот сегодня я попытался сделать это же самое. И, честно, прям хорошо так день пошел. Энергично, плотно. Успели во многих местах побывать, многое сделать. И это меня очень сильно радует. Сейчас вот стою в такое разглокольство и думаю, ну какие у тебя проблемы. Там люди на войне сидят, там страшно. Но все равно это же мой канал. То есть, я вам рассказываю о том, что происходит, где происходит, как происходит. О моей жизни, о своей личной жизни. Чем-то стараюсь делиться. Хотя, на самом деле, многое закрыл. И поэтому влогов выходит немножко меньше. Если раньше я так все рассказывал, то сейчас какие-то моменты, вот куда я ездил. Кто смотрел в телеграме, то есть, никто не знает, где я был. Там, кроме нескольких близких человек. Это была важная поездка в моей жизни, которая на дальнейшее, там, в ближайшее время определит именно мою жизнь. Может, это даже вы смотрите, и вам это неинтересно. Я такое разглокольствую немножко о своих бедах и отчаяниях. Но я просто знаю, что состояние именно депрессии, когда человек, ну, думает, что все пропало, все потеряно. Может привести к гибели, к суициду, там, и так далее. Поэтому надо всегда выговариваться. Выговариваться мне легче всего с вами, вам об этом рассказав. И потом увидев ваши ответы в комментариях, вашу поддержку, либо наоборот, какие-то отзывы. Но в любом случае, я надеюсь на них, что они будут. И вы выскочите свою точку зрения. Это вообще может действительно не заморачиваться с моей жизнью. Какая-то я большее время уделяю людям, по работе, помощи другим, а не своим близким. Это то, из-за чего Мария ушла. То, что я ей не уделял времени еще раз. Маша, извини меня за это. И за те, как говорится, движухи, которые там было как юмор предоставлено. Но люди раздули, что там неуважение к ней было, за что у нее и случился конец для наших отношений. Все было юмор. Все это было для того, чтобы с той стороны моим подписчикам было поинтереснее, повеселее смотреть. Это блогерская тема. То есть здесь не какой-то обман. Не надо искать двойное дно там, где его нет. Когда все потом открывается, раскрывается как надо, у людей остается обида. Престаньте играть просто чувствами людей, которые вас вообще в принципе не касаются. Это вот тем людям, которые пересылают постоянно ей мои высказывания, где-то бы не было. Ну вы сами видели на прошлой трансляции, кто присутствовал, как-то происходило. Только там что-то где-то сказал, сразу же отправили, тут же пошел негатив в мою сторону. В общем, начинаешь задумываться о том, что будущего в принципе в развитии нет. То есть если человек хочет себе там базовые потребности, завести семью, расти детей, построить дом, купить машину, то в принципе у меня уже есть и дети, есть и дом, есть и машина, есть и много чего там, наверное, больше не нужно. А потребности человека вообще просто есть и пить и все. То есть я как бы боюсь перейти именно в этот режим, поэтому, наверное, надо как-то себя заставлять. И вы тоже меня мотивируете, чтобы я меньше времени проводил дома, наверное, больше времени проводил с вами. Не зациклиться и ни в коем случае не утонуть в этом негативе, самонакручивании. Для этого, честно, очень сильно боюсь. Мы сегодня общались с нашими дорогими людьми анапскими, которые плетут сети для солдат. Говорят, вот как там не страшно. Что страшного, ребят, это война. То есть либо пан, либо пропал, то есть выбор такой. А здесь человек из-за того, что не везет в любви, начинает сам себя уничтожать. И это прям чувствую, как происходит. Не знаю, как оно сложится в дальнейшем. Будем надеяться, конечно, что, может быть, и есть та единственная. Надо просто жить и радоваться тем моментам, которые есть. Искать где-то себя в чем-то другом, наверное. Пьем кофе, смотрим по сторонам, любуемся морем. Жалко, что сегодня получился такой вот не совсем яркий закат, наверное, как и не совсем яркая концовка этого видеосюжета. Потому что эмоции классные были от купания, от общения с людьми. Но завтра будет новый день, сегодняшний мы заканчиваем. Спасибо, что досмотрели до этого места. Мне кажется, что я не полностью выразил все свои мысли, потому что что-то еще в душе осталось, хотелось выговориться. Много людей, наверное, было, как я изначально хотел дома сесть и поговорить. Либо, может, вообще прям к морям самому спуститься и там поболтать. Посмотрим, с чем продолжим. Жду вас в комментариях на эту тему и на тему того, может быть, какие-то мотивации от вас, что посмотреть хотим, что сделать хотим, куда пойти, куда поехать. Здесь надо меня тормошить, ребятки, чтобы совсем не эскиз. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморские. Ну, а я хочу для вас поставить море, которое было сегодня с утра на рассвете. Раз закатом нам повезло. Пока. Не забывайте подписаться. Это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok